Ну и особый подарок верующим сделали в Нижнем Новгороде. Там приготовили угощение, о котором смело можно сказать всем куличам кулич. Только представьте, он весит 350 килограммов, так что хватит на всех. Секреты кулинарного мастерства узнала Любовь Филиппова. Обычный кулич среднего размера, вот к примеру, такой, весит не больше, чем полкилограмма. Нижегородский кулинарный шедевр в сотни раз больше и тяжелее. 100 килограммов муки, 50 сахара, 35 сливочного масла, а еще 30 десятков яиц. Готовить пасхальное угощение на местном хлебозаводе начали в среду. Чтобы выпечь огромные коржи, пришлось заказать специальные формы с большим диаметром. Печется он послойно, поскольку он очень большой, поэтому мы его складываем из слоев. И высота в итоге получается у кулича полтора метра. Хватить должно как минимум на 3000 порций, говорят кондитеры. Как такое чудо разрезать будут? Он же, видите, из слоев состоит, и сверху, и по кусочкам. Мелкая кондитерская посыпка, бусины из шоколада и глазури, и даже цветы здесь съедобные, сделаны из мастики. Посмотрите, какая ювелирная работа. Итого почти 350 килограммов угощения. Для православных этот символ Пасхи имеет особое значение. Этот хлеб, он символизирует Пасху и присутствие самого Христа в доме, вот за этим праздничным семейным столом. Куличи сегодня пекут на любой вкус и размер. Большой Нижегородский осветить собираются после общего крестного хода в Благовещенском монастыре. Туда же, кстати, обещают привезти еще одно традиционное угощение. Творожную царь Пасху весом в 380 килограммов. А чтобы праздничный хлеб попробовать смогло как можно больше желающих, испечь решено еще два кулича-гиганта. Их в Пасху раздадут на главной площади города. Любовь Филиппова, Роман Серебренников, Первый канал, Нижний Новгород.